Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово. Сегодня хочу говорить об очень интересном месте, которое говорит Иоанн, уже старец. Иоанн, когда он писал свои письма в 5 главе 1 послания 14-15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Это обещание Божие. Если мы просим нечто по Его воле, то мы знаем, что Он дает нам просимое. Конечно, надо проверить, воля это Божия. Для меня очень интересная молитва, которую Бог услышал, это как раз перед русским вечером. Вот он недавно прошел, и у меня, кстати, два дня до этого был не то грипп, не то простуда, не знаю, нос заложил, голос хрипит. А вот завтра мне надо уже идти, говорить весь вечер, что-то говорить, а как? Ну, я пошел на всякий случай, проверился, есть ли у меня корона. Проверили, нет короны. Слава Богу, значит, уже я могу идти. Утом еще встал, и голос как-то плохо. Но когда пришел на этот русский вечер, то я провел весь вечер, я забыл, что я болел. Вот так вот Бог делает такие чудеса, потому что я сказал в молитве, Господи, ведь это по Твоей воле проводить русский вечер. Говорить людям о Христе, потому что многие люди слышат Его. Есть люди, которые приобретают спасение, или некоторые научаются по-новому жить, что Господь им что-то такое открывает, что они вот здесь услышат. Он шесть часов длится этот вечер, и очень много полезного можно услышать. И мне интересно, один из моих сыновей сказал, что да, это целую неделю надо переваривать то, что здесь сказали люди. Разные люди, разные люди из России, из Германии, из Украины, из Киргизии. Откуда только люди приходят, приносят свои свидетельства и говорят о Христе. И мне это так дорого. Я просил по воле Божьей, даже с одним братом, я помолился так. Господи, дай мне здоровье на субботу, чтобы я мог провести этот вечер и воскресенье утром, потому что у нас воскресенье утром, как бы продолжение этого русского вечера, а потом я уже могу болеть. И мне интересно, сегодня как раз день после воскресенья, я вижу, у меня опять с голосом похуже. То есть Бог слышит даже вот такие, наверное, это неправильная молитва была, не знаю. Но мне было важно, чтобы я в субботу мог быть и мог функционировать, да, и чтобы Бог был со мной, чтобы Он говорил через меня о том, что я здесь буду говорить и о других людях, и Слово Божие. Вот так Бог слышит, когда мы молимся по Его воле. Я прочитаю еще раз это слово, оно очень важное слово. Вы знаете, особенно тогда, когда человек просит о прощении грехов. Бог всегда хочет простить нам грехи. Молитва о прощении грехов, это молитва о воле Божией. Некоторые говорят, ну может мне Бог просить, я вот столько-столько натворил. Да, может, потому что для этого пришел Иисус Христос на эту планету, чтобы мы были спасены. И поэтому молись и верь, потому что это молитва по воле Божией, для этого Он пришел. Я прочитаю еще раз, и вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просимое от Него. Мы знаем, мы получаем, и можем спокойно быть, так сказать, что Он нас поддержит. И мне интересно, именно уже в момент, когда я был на этом собрании, я совершенно забыл о том, что я больной. Ко мне больше эти мысли не приходили. Я точно знал, что Бог дает мне эту силу. Интересно, Анатолий Чередин сказал замечательное свидетельство. Он рассказал своих мальчиках-олигофренов, для которых они сделали свой приют. Но они трудно получают работу после специальной школы, и поэтому они создали этот приют. Им удалось, так сказать, вырастить там новый сорт орехов. Да, какое-то чудо произошло. И они на земле, которую им дали в распоряжение, выращивают орехи. И эти орехи покупают. Но чтобы дерево с орехом пересадить, нужно почти два вида земли. Они продали сотни этих деревьев. И вот теперь земли нет, надо где-то взять землю. Они поехали, поискали, там где-то видят, копают траншеи под трубы. Ну и там, так сказать, взяли землю. Пошел кто-то поругал их, почему вы здесь берете землю? Они покаялись, действительно, ну как бы, знаете, мы же привыкли, что вот земля, она как бы всем принадлежит. Так и они взяли. Пришли домой, да, что ж теперь делать? Молятся на колени. Господи, помоги, прости, прости. Вот, ну мы же не хотели, мы же для доброго дела. И вдруг Анатолий Анатольевич молится такой молитвой. Господи, дай, чтобы эти люди, которые сейчас так нам, так с нами говорили дерзко, чтобы они сами привезли нам земли. Сколько нам надо. И больше того. Вот так дерзновенно он молился. Вы знаете, проходит несколько дней, приезжают камазы и привозят им столько земли, сколько они даже не думали иметь. Потому что он молился, это по воле Божьей заниматься сиротами, заниматься олигофренами, заниматься детьми, которым нужна помощь. И тогда можешь действительно с дерзновением, так здесь и сказано, молитесь с дерзновением. Если молитесь по воле Божьей, Бог дает нам эту молитву. Я считаю, это чудо, это чудо. И такое обещание Господне нам надо знать наизусть. Оно здесь написано. Если мы молимся и просим Бога по Его воле, Он слышит нас. А если Он слышит нас, то мы имеем уже просимое от Него. Возьмите эти слова в жизнь на каждый день и молитесь по воле Божьей. Бог будет вас слышать. Аминь.